Музыка Вот, сейчас мы приехали в один из коттеджных поселков, Андрей, зачем мы сюда приехали? Для того, чтобы посмотреть, как строятся дома и как используется продукция местного завода, газосиликат он выпускает Да, нужно отметить, что это будет сразу у нас несколько передач, серия, программ Вот, сегодня мы побывали и побываем сейчас в этом поселке Посмотрим, как вы видите, здесь есть и готовые дома Здесь вот прямо перед нами и возводится несколько строений Мы посмотрим, как они возводятся, из каких материалов, каковы основные технологии, да? Да, ну и, естественно, поговорим с технологами, инженерами, прорабами В общем, со специалистами, которые знают толк в этом деле и которые здесь все знают вообще Да, Андрей? Совершенно правильно Абсолютно здорово Ну что ж, на этой всемисечной ноте мы и продолжаем нашу программу Пойдемте познакомимся с людьми и приступим к осмотру Пойдемте Ну а экскурсию по этому объекту нам проведут производитель работ Николай Степанович и специалист-технолог Глеб Гринфельд Ну что, Андрей, вот мы приехали в этот поселок Здесь видим, что часть домов у нас уже построена Я сейчас предлагаю разделиться нам на две, так сказать, равные половины Две группы захвата? Да, две группы захвата Да, вы с Глебом вместе посмотрите здесь на эти дома, да, что-то обсудите А мы с Николаем Степановичем тоже пройдем И вот как раз Николай Степанович нам покажет некую экскурсию Проведет по этому дому Покажет, как оно построено, где и какие использовались технологии, да? Да, замечательно Ну что ж, давайте разделяться и пойдем сразу же Хорошо Так, а мы с вами вот сюда Итак, на этом участке размещено более 20 домов, выполненных преимущественно из газосиликатных блоков Однако каждый дом имеет свою индивидуальную планировку И также каждый дом сдается полностью укомплектованным Сделаны инженерные коммуникации, отопление, вентиляция Пока вместе с Николаем Степановичем осмотрим одно из строящихся зданий Ну вот сейчас мы зашли в дом, да? И сразу же давайте поговорим о материале, из которого, собственно говоря, и сделан этот дом Что это за материал? Ну, мы находимся в Танхаусе, скажем так, площадью 147 квадратных метров Да, это все Значит, стены сделаны из блоков аэрок Толщина стен 37,5 сантиметра Вот плотность этого материала 400 килограмм на метр Ну, давайте подойдем к этим стенам, да, и посмотрим Вот так, еще раз, что же это все-таки такое? Это у нас блоки аэрок А вот для наших зрителей, да, так как название все-таки может быть кому-то неизвестно Проще, как еще можно назвать его? Ну, это получается как бы вспененный газобетон Бетон, приготовленный по специальной немецкой технологии Вот, он хорош тем, что при не очень большой толщине стен он хорошо держит тепло По технологии, по теплотехническим расчетам для Ленинградской области, значит, толщина наружных стен по этому газоблоку аэрок Значит, принято 37,5 сантиметра Ну, вот внутренние стены, которые между комнатами складываются, соответственно, толщина стен этих 25 сантиметров С того же аэрок То есть, внутренние стены из того же материала, складываются? Да, внутренние стены из того же материала, соответственно Но этот же материал, он теплый, да, в принципе, у нас? Да, естественно Почему такая необходимость, скажем, внутренняя стена из того же материала, когда можно было сложить там с кирпича? С кирпича, с гипрока, там, еще чего-то Ну, суть в вопрос заключается в том, что стены внутренние, они являются и несущими стенами И, соответственно, по расчетам, чтобы увеличить площадь внутреннего помещения, соответственно, было принято решение, и конструктивно толщина стен этих несущих внутренних должна быть 25 сантиметров. Ну вот сейчас у нас действительно, ну, можно сказать, весна, но календарная только лишь, да, так что мы чувствуем, что пока еще зима. Как же вы не боитесь, что называется, вести, потому что многие же не ведут строительство в это время? Вы понимаете, что современные технологии позволяют вести строительство зимой. Есть разные способы, допустим, там, введения кирпичной кладки, вот, путем замораживания, например, путем добавления разных антиморозных добавок, вот, и так далее. Это что касается столбов, в частности, вот, кирпича. Что касается наружных стен, соответственно, мы используем для кладки этих стен специальный клей, аэроковский, то самое, он является зимним, есть он. И есть летний клей, соответственно. Зимним клеем можно пользоваться до минус 15 градусов мороза, соответственно. И никаких, там, технологических нарушений в этом нет. Ну, вот, все дома, которые мы здесь видим, да, они, в принципе, выполнены под той же технологией, да? Да, 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 да. То есть, в несколько этажей, ну, раз уж мы начали говорить, то и о перекрытиях. Вот здесь, мы видим, у нас такие... Мы используем, значит, на перекрытии, значит, плиты, железобетонные плиты, значит, пустотелые, вот, толщина плиты 22 сантиметра. Для того, чтобы нагрузка от плит равномерно распределялась по стенам, мы, соответственно, на стены заливаем с бетона армопояса, так называемый. Вот, что себя представляет армопояс этот? Это просто ставится опалубка на толщину стены, вот, туда заводится 4 нитки арматуры 12-й, вот, и заливается, соответственно, это. После того, как бетон наберет свою прочность, положенную на него, ставятся плиты на растворные, вот, и потом уже строится второй этаж, соответственно. То же самое, они заготовливаются под заказ, под размер, их там пилят, соответственно, на этом заводе кировском. Вот, значит, армирование, это, как бы сказать, арматура в этих плитах, она напряженная. Ее сначала натягивают, потом заливают, и потом уже пилят. И получается, что она в напряжении постоянном. Соответственно, несущая способность такой плиты улучшается, да, и арматуры, соответственно, меньше идет на изготовление такой плиты, или, допустим, если делать перекрытие монолитное. В общем, суть только разницы в этой плите. Ну, и, соответственно, монтаж плиты, он намного проще, чем, допустим, сделать монолитное перекрытие. Ну, да, да, да. Здесь, да, плиты заказались, они пришли, краном смонтировались, вот, а если монолитное перекрытие делать, значит, нужно палубку ставить, там, арматуру вязать, соответственно, там, и так далее, и так далее, да. Потом заливать его, вот, это более трудоемко, получается, чем положить плиты. Ну, вот эти плиты, это какие плиты? То есть, самые обычные, какую нагрузку они, в принципе, могут выдерживать? Ну, нагрузка плит, значит, суть вопроса заключается в том, что я не могу конкретно сказать нагрузку, которую выдержали, потому что каждую плиту, или каждый элемент дома, соответственно, должен рассчитать конструктор. Все эти расчеты есть в проекте, вот, и так как я производитель работы, я, по идее, практик, а не теоретик, вот, я использую вот это в своей работе, вот, ссылаюсь на расчеты проекта, и, соответственно, все, все эти плиты, все эти толщина стен, все эти, они все расчетные, так что здесь никаких вопросов, потому что, в том плане, что там прочность или там непрочность не может быть. Вот, с точки зрения, действительно, практики, да, вот, уже возьмем, здесь возведено уже несколько домов здесь, да, похожего типа, ну, практически такие же, да, насколько, вот, быстро вообще возводятся такие дома, да, и, как вы думаете, ну, вот, как быстро, кстати говоря, за какой срок, вот, один такой дом? Ну, я могу сказать так, что, если это брать летние условия, лето, например, да, соответственно, он возводится, дом, примерно, где-то за два с половиной месяца. В зимних условиях это немножко время растягивается, где-то доходит до трех, до трех с половиной месяцев. Это все связано, естественно, с погодой, ну, с морозом там и так далее. Самое, значит, трудоемкое в зимних условиях, это элемент здания, это как фундамент, потому что нужно выкопать котлован, соответственно, земля промерзшая, это, соответственно, нужна техника специальная, вот, потом это все заливается, и он греется, соответственно, там, неделю-две для того, чтобы бетон набрал свою прочность, и после этого только начинается строительство дома. Соответственно, вот этот процесс, и, говорю, он растягивается из-за того, что за погодных, природных условий. Давайте как раз заговорили мы о фундаменте, к нему сходим посмотрим. Давайте посмотрим фундамент. Так, ну, вот здесь у нас хорошо виден, да? Фундамент. Да, ну, вот, что можно сказать о фундаменте? Значит, фундаменты мы используем при строительстве наших домов, значит, плитные, плитные, значит, ну, немножко технологии изготовления этого фундамента, скажем так, и основания. Вот, значит, в зависимости от грунтов, которые находятся под зданием, соответственно, вот, мы выкапываем котлован глубиной от 70 до, там, даже до метра бывает, вот, в зависимости, говорю, это еще раз, от грунтов.